что на другое помните разделить а на б со статком это значит написать вот так вот где р у нас больше или равно нуля меньше помните это для натуральных чисел для через случай когда число б натуральное вот это понятно оказывается что будет много членов то же самое для много членов будет так вот если у нас есть F от X и если у нас есть какой-то другой многочлен G от X причем G от X это не дождейственная ноль то есть в какой-то точке не может равняться нулю но вообще не нулевой коэффициент у многочлена G есть разделить с остатком это значит следующее расписать F от X в таком виде G от X умножить H от X и плюс R от X где степень СООШЕННО ВЕРЬНО степень многочлена R меньше чем степень многочлена G почему это возможно надеюсь всем очевидksam по той простой причине что мы можем взять и делить уголков то есть просто написали один многочлен написали другой многочлен здесь вот F от X здесь G от X и просто делим, делим делим, делим это верно между прочим Не только для многочленов с рациональными коэффициентами. Можете здесь взять многочлены с вещественными коэффициентами. Можете здесь взять многочлены с комплексными коэффициентами. Можете здесь взять, между прочим, это очень важно тоже, поле вычетов по модулю P. Да, да, там то же самое. Дело в том, что когда вы берете остатки отделения на простой число P, то там нужные нам свойства выполняются. Любое ненулевой остаток можно по модулю P поделить на любой другой ненулевой остаток. Помните, такое свойство было. Значит, можно в этом месте взять любое поле. Поскольку у нас это слово еще толком не звучало, давайте я объясню разницу между словом поле и словом кольцо. Если у нас есть кольцо, то это значит, что можно умножать, можно складывать, можно вычитать, но не обязательно можно отделить. И в кольце должны быть выполнены естественные свойства, типа А плюс Б равно Б плюс А, А умножить на Б равно Б умножить на А. Это называется... А умножить на Б равно Б умножить на А, это называется коммутативное кольцо. А Б умножить на С равняется А на Б С, это называется ассоциативное кольцо. Там дальше должен существовать ноль. Это такой... да конечно должен существовать 0 то есть такой элемент что для любого а существует такое должна существовать единица если нет то есть что кольцо без единицы но мы здесь будем всегда не, не, ну как, но естественно, что логерейство рассматривает самые разные конструкции это как раз нормально в общем алгебре есть самые странные объекты например, там есть замечательные вещи которые называются «могуба» это вполне себе образование, некое обобщение понятий группы но разговор не о том а разговор о том, что поле поле это ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей и самое главное с делением то есть когда у нас с вами есть поле то для любого ненулевого числа а должно существовать такое b, что а умножить на b равно единице то есть обратный элемент в поле должен быть поэтому множество всех целых чисел множество z это кольцо но не поле кстати, как будет по-английски поле по-английски поле поле и на этом я в свое время попался между прочим на зачете по английскому языку забавная вещь оказывается, что терминология там такая действительно поле это филд а тело сейчас я мечтаю, что это такое интересное тело это нон-коммутатив филд ах, да вот, значит, рассказываю тело это не коммутативное кольцо с делением оказывается, такое тоже бывает и мы с вами достаточно скоро посмотрим ну, пример тела да, тело на самом деле для вас наиболее понятная вещь что такое наиболее важный для вас пример тела это так называемое тело кватернеонов помните i умножить на j что это будет? k j умножить на i минус k и ak, да оказывается, можно доказать ну, и мы это докажем обязательно что для любого ненулевого кватернеона существует другой кватернеон такой, что их произведение равно 1 а, кстати, зачем мне мучиться если я могу просто взять и это, собственно, прямо при вас сейчас доказать берем кватернеон a плюс b i плюс c g плюс d k a, b, c, d вещественные числа и умножаем его на сопряженный кватернеон да, будьте добрее, сколько будет? ну, наверное, это будет a квадрат a квадрат? a плюс b квадрат плюс c квадрат и это правда так, все успевают? откуда будет b квадрат? b и когда умножаешь на b и получаешь минус b квадрат но еще с учетом вот этого минуса получаешь b квадрат значит, умножаешь, называется, одноименное вот так вот так так и так получаешь а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат это понятно а вот что важно что все остальное уничтожать рассказываю когда а умножаешь на cg и когда cg умножаешь на а смотрите здесь с минусом да вот и давайте посмотрим другой пример когда вы умножаешь на к получается здесь что у нас и умножить на к и с минусом да а теперь наоборот dk умножаешь на вы получается как ни странно тоже с минусом но произведение х на вот посмотрите здесь было и на к а здесь к на и но мы помним что там специальный было подобрано что к на и до плюс 0 это будет 0 и таким образом произведение квадрониона на его спряженный это действительно вещественное положительное число теперь давайте подумаем что ну и что что надо просто поделить на а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат и у нас как раз получится в правой части единицы а мы не умеем еще делить в смысле не одно вещественное число умеем это число самое что ни на есть вещественное сумма квадратов вещественных чисел поэтому делить на него вот эту штуку можно и получается квадронион умножить на другой квадронион равняется единице ну и не отлично квадронион а сейчас у меня же ребенок в том классе получаешь неожиданные вопросы самый замечательный вопрос был такой они сидят значит уже миллион борис на рекой к и раздается папа слово корень пишется с мягким знаком или без рекордный вопрос вот авторитета мама абсолютно не хватило вот и вот он пошел выяснять вот это слово корень там есть мягкий знак или нет а о том что если у нас имеется алгоритм деления с остатком а внимание для вот таких ситуаций алгоритм деления с остатком есть то 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 имеется основная теорема атоматики давайте я этот факт зафиксирую в качестве очевидной леммы очевидно если кольцо евклидова то в таком случае оно фактериально это реально кольцо в котором выполняется основная теорема атоматики то есть любой элемент можно либо является делителем единицы ну либо правильно нулю либо не является делителем единице либо либо является простым либо или ассоциирован с простым ассоциирован значит отличается от простого умножение на делитель единиц делителем единицы называется такое число, на которое единица делится, то есть такое число А, что для него существует такое В, что А умножить до В равно единица. Так вот, почему здесь следует факториальность? Пока у нас несколько вещей отсутствовало, мы целое занятие на это потратили, вспомнили, как доказывается основная теорема арифметики по Гауссу, по Цермелу, и поняли, вот третий раз не буду это делать, и поняли, что на самом деле во всех этих трех доказательствах ничего кроме алгоритма отделения с остатком не использовали. То есть то, что там именно целые числа никак не использовали, а на самом деле было важно, что можно делить с остатком. Значит, повторяю, те, кто был в отъезде, перечитайте и поймите. Поэтому мы сейчас получили замечательную теорему. Кольцо многочленов обладает единственностью разложения на простые ножки. Это замечательная, важная вещь. Что? Да. А вот это действительно вообще непонятно, потому что для этого множества нет деления составов. Принципиально важно понимать, что... Да, конечно. Берете многочленов. Х квадрат плюс х плюс один. Это я его так случайно написал. И пытаетесь поделить его с остатком на два х плюс один. А обнаруживаете, что здесь старший коэффициент единица, а здесь старший коэффициент двойка. Это не лечится. А как вы сумеете... Понимаете, какой бы многочлен целыми коэффициент... Нет. Если у вас разрешены только целые коэффициенты, то на что вы его не домножаете, вы никогда не получите желанную единицу при х квадрате. А если я на х плюс один хочу поделить? На х плюс один получится. Но не бывает так, что иногда можно, иногда нельзя. Понимаете? Нужно, чтобы любой элемент можно было на любой не нулевой элемент поделить. Итак, мораль. Мы не имеем... Заметьте, пожалуйста, я сейчас не доказываю, что это коэффициент не эффективен. Я просто говорю, что у нас для того, чтобы получить основную теорему аризметики, был пока что единственный способ доказать, что есть алгоритм деления с остатком. Так называемый алгоритм Евклида. И, соответственно, обрадоваться, что все хорошо. У нас нет здесь алгоритма деления. Кстати, доказательства того, что его нету, я не знаю. То есть, как бы его нету, это более-менее понятно. Но строгого доказательства я не знаю. Что нельзя придумать какую-то... Вот. Никакого нету. В смысле? А вот это... Громер не является? Громер не является? Нет, наивного нет. Просто вы могли бы придумать, может быть, какое-то другое... Как-то по-другому упорядочить. Но что-то никто никогда не сможет. Не по степени упорядочивать. В принципе, натуральные числа упорядочивают по многому. Значит, многочлены разумно упорядочивают по степени. А вдруг можно как-нибудь и по степени, и еще по чему-нибудь... То есть, смотри, я уверен, что нельзя, но доказательства я не знаю. Ну, строгого доказательства, потому что я не знаю. Вот. Но в любом случае, как бы, по делу, понимаете, нам... Чтобы доказывать, нам нужно его знать, а мы его не знаем. Так вот, Гаусс сумел сделать эту замечательную задачу. А именно, Гаусс сумел доказать, основываясь на евклидовости вот этого кольца, что множество многочленов с целыми коэффициентами обладает свойством бактериальности. То есть, там можно единственным образом с точностью до множения на плюс-минус один разлагать многочлен на множители. Это очень мощная теорема, она используется достаточно часто. Ну, давайте пример, когда можно использовать вот это наблюдение Гаусса. Представьте себе, что у нас есть многочлен a n на x в степени n плюс a n минус первое x в n минус первое и так далее плюс a первое x плюс a нулевое. И у него имеется корень. корень такой, ну, не знаю там, мне нужна буква r разделить на s, вот. Где r и s это взаимно простые числа. Может быть, вы даже такую теорему помните. По идее, вы ее должны были на лоб приходить. Они успели еще, да? Есть такая стандартная школьная теорема. У меня тут на малом прихвате анекдот был. Лекция, спрашиваю, умеете решать уравнение третьей степени? Да, умеем. Я с подозрением спрашиваю, как? Надо взять все делители старшего коэффициента, все делители свободного члена. Я сказал, понятно, давайте я все-таки лучше скажу, как решать уравнение третьей степени. Ребята, смысл такой. Искать рациональные корни есть известный способ. Значит, вот представьте себе, есть у вас многочислен f от x вот такой. Представьте себе, что у него есть рациональный корень. Тогда имеется очень важная теорема. Для чисел r и s не очень большое количество вариантов. Знаете или не знаете? Нет. Отгадаться. Теперь рассказываю. Что означает, что x это r делить на s? Это значит, что sx минус r равно нулю. Согласны? Да. Замечательно. Замечательно. Значит, вот этот многочлен должен делиться вот на этот многочлен. Абсолютно верно. Значит, должно выполняться такое разенство. sx минус r умножить на bn минус 1, xb минус 1, плюс и так далее, плюс b1, x плюс b0. И значит, s умножить на bn минус 1 это an, а минус r умножить на b0 это a0. Значит, an должно делиться на s. Вообще обидно, что он знал, он мне не рассказывает. Дело-то совсем нехитрое, нехитрое. И это очень даже рывно. А а нулевое делится на r. Почему эта теорема так важна в школьной математике? А потому что вам же часто приходится решать уравнения, что называется специально подобранные, да? А специально подобранные они очень часто имеют именно национальные решения. И соответственно, если вам дали любой многочлен, то вы просто выписываете все делители числа an, и это, соответственно, будут возможности для числа s. И выписываете все делители числа a0, это будут все возможности для числа r. Ну, здесь конечное число вариантов, здесь конечное число вариантов. После этого все случаи перебираете. Это не легче по дереву, как вы делаете? Не понял. Нет, когда у вас музыкачает, при чем здесь дерево? Нет, не при чем. Совсем не при чем. Нет, нет, а что, подставить, каждый раз подставить. Ну, вообще, посчитать. Нет, там же чаще всего он слишком большой или слишком маленький. То есть на практике перебирать совсем не так много. Но это только если мы знаем теорему Гаусса по единственности разложений. А теперь вопрос, что делать, если мы не знаем ее? Вот вообразите себя простыми российскими школьниками. Имеется ли взгляд членов? У него есть корень. Представьте себе, что вы еще не знаете теорему Гаусса об однозначности разложения на умножителя многоженов с целым кирпичем. Задача. Все-таки докажите вот эти две делимости. Ну, если честно, они еще похожи доказываются. Давайте им достаточно. Повторяю, будет так же. Если у нас у многочленов есть корень, нужно доказать, что тогда АН делится на С, а А нулевое делится на Р. Теорема Гаусса – это очень мощное обобщение вот этой штуки. По общообразовательной программе человек должен знать вот это, а теорему Гаусса знать не обязанного. Мы с вами, разумеется, выучим теорему Гаусса тоже? А? Конечно. РС – это целые числа. И причем взаимно простые. Ну, потому что глупо было бы там умножить и то, и то на тысячу, и ожидать, что делим сохранится. Нам нужна взаимная простота. Подсказка. Это очень легко. Теорема сейчас отставка. Минута. 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 Да, какая? Минута. Правильно. Больше ничего делать не надо. Значит, Настя. Пусть ответит. Ну, а ты видишь. Так. Значит, действительно, надо взять и вот там, вместо Х подставить верхнюю гнацию. Ряд пишите. А, Н умножить на н. Быстрее все пишем. Это действительно очевидное решение для вас. Давайте что-то пишем. Не боимся ничего. Вот. АН-2. 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 Делить на С. Плюс и так далее. Плюс А1 умножить на С. Плюс А0. Да, да, нормально. Равно. Чему там равно? Нулю. Потому что корень это и значит, что равно нулю. Отлично. Значит, смотрите, что я сейчас делаю. Я расчищаю для вас место. И вы умножаете естественным образом все на С в степени n. Просто для того, чтобы не иметь дело в коробяне. Так, все, пожалуйста, пишите то, что я сейчас делаю. Это простое, важное доказательство. А, ну да. АН-1. Р в степени n-1 умножить на С. Плюс. Нет, нет, нет. Плюс. Вы просто все умножаете на С в степени. Да. Р в степени n-2 умножить на С в квадрате. На С в квадрате. Плюс многоточие. А1 умножить на R умножить на С в n-1. Плюс А нулевое умножить на С в степени n. И это все должно равняться нулю. Вот, отлично. Теперь глядите и поймите, почему очевидны вот эти два факта. действительно абсолютно очевидны. А можно смотреть сравнение? Конечно. Ну то есть не сравнение, а просто сказать, что ноль делится на С. Согласна? Ноль делится на С. Давайте посмотрим по слагаемому. Это на С делится, и это делится, и это делится, и это делится. Но если все слагаемые делятся на С, кроме одного, то оно тоже должно делиться. Сумма делится на С. Да, сумма-то ноль, сумма-то делится. Значит, получается такая разница. Аn умножить на С в степени n делится на С. Но r и s взаимно просты. Просто мы теряем. Поэтому аn делится на С. Отлично. Ну и давайте своей рукой напишите про r то же самое. Какие там у нас слагаемые делятся на r, и какое из-за этого тоже обязано делиться. Аn да. Абсолютно верно. И значит опять, с и и взаимно просты, значит ану любое делится. Отлично? Спасибо. Все действительно правильно. Значит, ребята, понимание, что это. То, что мы сегодня делаем, это очень мощное обобщение того, что сейчас написано на доске. То есть мы с вами сумеем доказать, что любой многочлен единственным образом с точностью до умножения на плюс-минус единицу и перестановка множителей разложим на множители с целыми коэффициентами. Я сейчас выпишу Лемму Гаусса. Лемму Гаусса. Оказывается, что это 90 с лишним процентов доказательства сегодняшней теории. Звучит она одним образом. То есть, если хотя бы один из коэффициентов каждого из многочленов, каждого из многочленов F и G, которые у нас с целыми коэффициентами. Не делится на простое число P, то и хотя бы один из коэффициентов чего? Произведение. Многочлена F умножить на G тоже не делится на P. Ну, у этой Леммы есть два доказательства. Одно заключается в том, что оно просто очевидно. А другое можно выписать, значит, F от X, как AN на X степени N, плюс AN-1, XVN-1, плюс и так далее, и так далее, плюс A1, X плюс A0. И дальше сказать, что берем произведение этих двух многочленов, и если хоть здесь хоть одно из чисел A не делится на P, и хоть одно из чисел B не делится на P, объяснить, почему по очевидной причине там найдется должность. Ну, у меня, прошу. В смысле, нет? Круче, чуть-чуть. Раз. Не обязательно, надо берем как-то. Мы перемножим их. Очевидно, вот произведение, там, самое большое на самое большое, оно не делится на P. А все остальные произведения, которые будут в этой системе, они, хотя бы один из членов здесь, хотя бы один из множественных, меньше, чем здесь. Ну, и, соответственно, у нас произведение получится. Ну, потому что, если один меньше, значит, один больше, а там они все делятся на P. А теперь еще раз, потому что я, например, эту лему учил, я, в основном, в вашем возрасте ее учил, естественно, в порядке года. Я ее, как понять, не мог вам. Ну, зачем? Ну, зачем? Это какого-какого. Знаете, как бы... Так, все, все, все. Я буду... Ребята, смотрите, что вы делаете. Пишут так. А первое, а нулевое Х, а второе Х в возврате, а третье Х в кубе и так далее и так далее, там будет АН на ХВН. Я сейчас вам попытаюсь наглядно объяснить, как перемножают многочлены. Вы согласны, что, когда умножаешь скобку на скобку, то на самом деле это вполне можно делать при помощи такой таблицы? Разумно? Да. Это называется правило. Каждое слагаемое надо умножить на каждое другое. Что у нас получится? Здесь будет произведение А0, В0. Здесь будет А1, В0, Х. Здесь будет А0, В1, Х. Кстати, ребят, в более сложных ситуациях про многочлены очень полезно представлять себе вот эту таблицу. И когда степенные ряды у вас будут... Степенной ряд это то же самое, только бесконечное вправо. Кефиценты идут, идут, идут и никогда не кончаются, да? Тоже очень полезно представлять себе вот именно такую штуку. Вот смотрите, что сказал сейчас Миша? Он сказал, что посмотрим на вот эти вот коэффициенты и какой-то из них должен делиться на П. Возьмем из них самый правый, ну у которого степень самая большая. Вот представьте себе, что вот здесь вот он есть, да? То есть все остальные на П делятся. Вот когда рассматриваешь делимость на П, то все это остальное можно вообще его выбросить, понимаете? Потому что это уже делится на П, и на что его не умножай, все равно на П будет делиться. Дальше то же самое Миша сказал, что посмотрим здесь на самую нижнюю Б, крышку, которая не делится на П. И дальше он нам говорит простую вещь, что когда их перемножаешь, эти два не делящихся на П числа, то здесь тоже коэффициент будет не делиться на П. И при этом вся полоса, которая ниже, и вся полоса, которая правее, будет нацело делиться на П, все коэффициенты. Нормально? Нет. Как нет? Значит, Дарюш, смотрите, если у нас здесь человек делится на П, то на что его не умножаешь, он будет делиться на П. Значит, вот как только Вы взяли, Миша четко сказал, самое правое, которое не делится. Значит, все более правые делятся, и значит, они все вот здесь делятся. То же самое внизу, да? То все вот эти делятся. Значит, это, оно самое, ну, то смешание. Произведение. Да, да. И произведение двух не делящихся на П не делится на П. А теперь вопрос. Зачем нам нужно уточнение про самое правое? Просто возьмем два коэффициент, три неделя и семь на П. Нет. Значит, смотрите, вот представьте себе, этот не делится на П и этот не делится на П. А сумма может делиться. Поймите, пожалуйста, как, мы же как, мы не просто перемножаем каждое на каждое, а мы потом идем вот таким вот образом, приводим подобное. То есть, Х в первой степени получается как А0, В1 плюс А1, В0. Коэффициент при второй степени, это А0, В2 плюс А1, В1. Вот. И смотрите, через это наши не делящиеся проходит такая штука, и при этом они, вот эти вот, делятся на П, потому что это правее, а эти делятся на П, потому что они ниже. Дошло? Вот. Ну, соответственно, получается, что в этот коэффициент, вот здесь вот. Смотрите, почему я сказал с самого начала, что можно было сказать, что это совсем очевидно. А вот почему. Помните, в начале урока я намекал, я намекал на такую вещь, что у нас, если берешь поле вычетов по модулю П, его обычно вот так вот обозначают, или еще есть такое, да, любимое обозначение, Z по PZ. Имеется в виду следующее. Рассматриваешь числа 0, 1, 2 и так далее, P-1, сложение и умножение преимущества по модулю П. То есть, не просто складываешь, а складываешь и берешь и складываешь при трени на П, да? Так вот, эта штука, это поле. А если это поле, то тогда, когда вы добавляете в уху Х, то есть рассматриваете многочлены с коэффициентами из поля вычетов по модулю П, то вы получаете кольцо без делителей нуля. Но, если честно, это строго то же самое, что сказал Миша, только я это сказал сейчас воспринимым научным языком. А на самом деле, по сути, все равно. Если у вас есть многочлен какой-то степени, ну, понятно, да, над полем вычетов по модулю П, то есть, то, по сути, это и называется, возьмем наибольшую степень, когда не делится на П. Вот. Так, прямо угол, что доказали? Да. Доказали. Молодцы. Теперь. Вот, ребята, честно, я в детстве понимал это очень долго. Более того, если вы возьмете книжки по алкевре, то в большинстве из них вот эта простейшая вещь, написано настолько, извините, замудренно, что, ну, на самом деле, все очень легко. Вот. Смотрите. Что я сейчас должен делать? Я должен предположить, что некоторый многочлен двумя способами разложен в произведении многочленов с целыми коэффициентами. И эти способы по-настоящему разные. Согласны? Ну, от противного. Если я доказываю единственность разложения на множители, то я должен сделать простую вещь. Сказать от противного. Пусть некоторый многочлен разложили двумя существенно разными способами на множители, которые являются многочленами с целыми коэффициентами. Давайте поймем, что это, собственно говоря, означает. Это означает, что некоторые многочлены представлены в таком виде, как f1, где f1 это многочлен с целыми коэффициентами, умножить на f2, умножить на f3 и так далее, умножить на fn, да? Где это все многочлены с целыми коэффициентами. Внимание. Еще здесь может быть плюс или минус. Согласны? И еще здесь могут быть уже не многочлены, в смысле, что они в нулевой степени. Еще могут быть просто числа, простые числа. Согласны? Когда он дает многочлен с целыми коэффициентами, то вы совершенно спокойно можете выносить из него сначала множители, простые, и разлагать как-то. Вот у нас есть многочлены. Каким свойством обладают все эти многочлены? Их нельзя представить в виде произведения двух многочленов с целыми коэффициентами. В частности, очень важная вещь. Наибольший общий делитель коэффициентов вот этого многочлена, это единица. Почему? Потому что если бы все коэффициенты на что-то делились, то я бы это число вынесло. Кстати, тут очень важно понимать разницу между наибольший общий делитель трех чисел равен единице, и наибольший общий делитель каждых двух из них равен единице. Все понимают, что это разные вещи? Да, 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 совершенно верно. Числа 6, 10, 15, такой самый понятный пример. Нет числа, на которые они все три делятся вместе, но при этом каждые два из них, вот эти вот на два делятся, эти на пять делятся, эти на три делятся. Так вот, мы говорим сейчас вот именно про такую ситуацию, что множество коэффициентов, когда берешь у многочлена f1, то не должно найтись ни одного простого числа, на который они все делятся. Так, ситуация понятная? Должен, что некоторые многочлены сумели представить в виде произведения тоже каких-то многочленов. Я, кстати, не знаю, их количество совпадает или не совпадает. Здесь n, а здесь m. Еще какие-то простые числа. q1, q2 и так далее. Отлично. Значит, это все многочлены степени больше единицы, а больше нуля. Это все тоже многочлены степени больше нуля, это простые числа. Так вот, ребята. Значит, я сейчас возьму и сделаю следующее. Во-первых, понятно ли вам, что если здесь есть какие-нибудь два одинаковых простых числа, то можно взять и спокойненько... Очевидно? Да. Можно просто взять и спокойненько сократить. Если есть два одинаковых многочленов... Если есть два одинаковых многочленов, то же самое. Вот. Я сейчас скажу вам следующую вещь. От этого равенства, которое является многочленом с целыми коэффициентами... Я вот так вот сокращав на... Одинаковых сокращений тут больше нету, и одинаковых простых чисел тут больше нету... Я перейду к многочленам с рациональными коэффициентами. Если честно, ничего переписывать не надо. Надо просто сказать, что удивительным образом любое целое число рациональное. Значит, если у меня есть такое равенство для многочленов с целыми коэффициентами, то оно же выполняется и для многочленов с рациональными коэффициентами. Согласны? Да. Отлично. А теперь внимание. Для многочленов с рациональными коэффициентами. У нас основная теорема арифметики верна. А что за бред получается? Они же с рациональными коэффициентами, и они же должны совпадать? В каком случае возможна проблема? Если кто-то из них окажется разложим как многочлен с рациональными коэффициентами. Еще раз. Если вот все эти ж и эфки как многочлены с рациональными коэффициентами неразложимы, то мы получаем противоречие сразу. Согласны? Да. Значит, мы получаем, что вот какая-то эфка или жэшка должна быть разложима как многочлен с рациональными коэффициентами. Что это означает? Берем какую-то эфку. Это, скажем, a n на x в степени n плюс a n минус 1 x v минус 1 плюс и так далее плюс a 1 x плюс a 0. Мы знаем, что наибольший общий делитель чисел a n, a n минус 1 и так далее а 0 это единица. Предположим, что этот многочлен сумели разложить на множители с рациональными коэффициентами. Что это, по-человечески говоря, означает? Это означает, так, общий знаменатель, понимаете, что можно написать? Это означает, что здесь есть какой-то общий знаменатель s, здесь есть какой-то общий знаменатель r. А здесь у нас есть b. У меня уже буквы закончились. Не хочу видеть. u, b, u, t, отлично, x в степени u плюс b, u минус 1, x в степени u минус 1 и так далее плюс b нулевое. А здесь c, v, t, x в степени v плюс c, v минус 1, x в степени v минус 1 плюс и так далее. Понятен смысл? r и s это общие знаменатели. Значит, пусть у нас есть два-минус-члены, там, как-то, цель жертвы. И в каждом из них нет. Хотя в одном из них есть крицент, который не делится на простой п. Вот. Тогда... В чем то, что там? Хотя бы один? Нет, в каждом из них есть. В каждом из них есть хотя бы один не делящийся на простое число п. В каждом из них наибольшее крицентам? Нет, нет. При наибольшей степени. Ну, тогда... Ну, тогда, допустим, у нас есть нижняя члена a, b, v, x0 плюс a, b, x, d, d, x, d, x, d, y, d. Плюс c, d, n, x, d, d, x, d, y, d, y, d, y, d, y, d. Вот, это и есть наибольшее крицентам. А здесь есть наибольшее крицентам. Наибольшее крицентам. И для второго решения, точно так же у нас есть, есть будет некий бм на х. Вот это будет наибольший б. Тогда рассмотрим, вот перемножим их и рассмотрим эффициент при х в степени км. Тогда это будет у нас бмт умножить на акт, значит бмт умножить на акт плюс бм минус первое умножить на ак минус первое, плюс все так далее до тех пор, пока либо бмт умножить, либо бмт умножить на а не дойдет до а. Ну понятно, но все вот эти слогания после него будут делиться на наш простой парад, потому что все вот эти множители делятся. То есть еще раз, у вас, да, ну и здесь тоже. Андрей, я помню, с таблицей было легче объяснить. Ну, таблица, где я сейчас нарисую таблицу? Нет, таблица у нас уже записана, поэтому это все помнят. Вот, значит, б плюс первое на ак минус первое и так далее. Ну, в общем-то, у нас получается, что вот это, вот это слагаемое не делится на п. Вот, потому что, вот, основное время арифметики. Вот это не делится на п, это не делится на п, ну и просто, ну, значит, не делится. А все остальные слагаемые, когда мы их приведем, делятся на п. На сумму нескольких чисел, делящихся на п, и одного не делящегося, да, не делятся. Значит, коэффициент при х в такой вот степени у нас не делится на п. Что непонятно, доказательствует левому голову. Хорошо, давайте просто спрашивать про все шаги, которые мы доказали. Понятно ли, почему А у нас А, Д на Б, М, Т не делится на п? Нет, непонятно. Потому что это не делится на п, и это не делится на п. А то простое. Разложение этого множество 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 ниже простого числа. Значит, разложение их произведения. Эxн. И мы так выбрали? Да. Мы выбрали наибольше такие, что они не делятся на пе. Наибольше не числа, а наибольше... Они больше кае. То есть, вот это у нас не делится на па. Произведение. Произведение. И посмотрим на степень при х в степени, на коэффициент при х в степени m плюс k. У нас будут приведены подобные слагаемые. Понятно, что один из этих слагаемых будет вот такой? Одно из слагаемых имеет вид АКТ, БМТ. А еще есть разные там АК плюс первое, БМ минус первое. Но все, у которых индекс при А больше k, они будут делиться на b. Потому что... Иначе бы k выбрали бы не правильнее. Значит, k не наибольшая. Такое, что АКТ не делится на b. АКТ. То есть k выбиралось как самое большое, для которого АКТ не делится на b. m выбиралось как самое большое, когда bm не делится. То есть все с большими номерами обязаны делиться на b. И поэтому АКТ и БМТ даст нам ту самую не делительность. Поэтому вот в этой сумме у нас все слагаемые крылья вот этого будут делиться на b. То есть, если раз у нас ровно до слагаемых не делится, то с той суммой не делится. Дошло? Отлично. Значит, с лем и гауссом все в порядке. Теперь давайте про разложение. Ну, собственно, с самого начала. А теперь пусть у нас есть... А, так. Пусть какой-то многочел с целыми коэффициентами, двумя существенно разными способами. Существенно разное, значит, отличается не только перестановкой множителей, и не только вот знаков, тем, что на любой многочлен может знак поменять. С двумя существенно разными способами разложен в произведении. Эфки и жэшки это многочлены... Да, они все попарно различны. Понимаешь, как? Если... Нет, 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 нет. Эфка отличается от жэшки. Эфка может равняться Эфке. Нет, я говорю, Эфка и жэшка, все Эфки и попарно различны. И все просто чтят попарно различны. Значит, мы можем просто сократить с обеих сторон. Ну, в смысле, никакой из чисел P1 и так далее P, это не равно никакому числу P1 курилина, иначе мы бы сократили. Поняла? Теперь, в связи с тем, что для рациональных чисел у нас уже доказано, что существует... Не для рациональных, а для многочленов с рациональными легрицентами. Для многочленов с рациональными легрицентами уже доказано, что можно разложить их на множители только одним способом. И рассмотрим тогда вот такой многочлен с рациональной грицентами. Если у нас выяснилось, что они все не разлагаются дальше на множители, то у нас уже все хорошо, тогда у нас еще только одно разложение, значит, вот эти разложения все понимаете? Катя, если бы у нас f-ки остались бы неразложимы как многочленных с рациональными фефицентами, то тогда у нас вот это было бы разложение многочленных с рациональными фефицентами. А для него есть алгоритм деления с рациональными фефицентами, но нельзя разделить с целыми фефицентами. У нас для всех колец, когда есть алгоритм деления с остатком, есть доказательства основной теоремы арифметики. Просто любое из трех годится, потому что ничего, кроме алгоритма деления там не использовалась, кроме деления с остатком, не использовалась. Значит, одна из f-ок обязана разложиться. Все понятно? Или одна из g-шек обязана разложиться. Но пусть какая-то f-ка, без разницы. Ну, пусть f-ка вот, выпишем ее вот так вот. Дальше разложим. У каждого из коэффициентов есть некоторое знаминательное. Ну, вот, у коэффициентов есть некоторое знаминательное. Ну, любые несколько рациональные терапии можно записать, как доказательства. У нас получится такое, да. У нас получится такое, да. У нас получится второе значение, на которое мы разложим белокусы. s-r натуральные числа. b-шки целые числа, c-шки тоже. И теперь намножим с обеих частей на s-r. Здесь у нас получится такое значение. У нас, фактически, то же самое равенство, только без травей. Здесь получится такое значение. Вот. А теперь, заметьте, что... Вынесем общий множитель отсюда. Вынесем отсюда общий множитель. И вынесем отсюда общий множитель. То есть, рассмотрим наибольший общий делитель чисел. Понятно, да? b-u-t, b-u-1 и так далее, b нулевой. Вынесем его. А теперь? И обнаруживаем, что на этот общий делитель s-r должно сократиться. Потому что у этих общий... Этот самый, наибольший общий делитель равен единиц. Значит, сократиться. И тоже... А почему у этих наибольших общий делитель? Потому что мы предполагали, что f-ки... А, ну да. Кстати, вот эта вот штука для краткости в учебниках называется содержание многочлена. И, соответственно, Лему Гаусса в большинстве книжек вы увидите в такой формулировке. Содержание произведения двух многочленов равно произведению содержания. Услышали? Наибольший общий делитель, когда мы все скотки перемножим, это самое, равен произведению наибольших общих делителей. По-другому то же самое говорят так. Если взять многочлен, у которого наибольший общий делитель равен единице, и другой, у которого равен единице наибольший общий делитель, то произведение это многочлен, у которого наибольший общий делитель равен единице. Поняла? Если у нас есть некоторое красное число, которое является делителем СР, и на которое ни R, ни R не делится, то что получится? Хотя бы один из коэффициентов этого не делится на П, и хотя бы один из коэффициентов этого не делится на П. Значит, полемия Гаусса и их произведение хотя бы один не будет делиться. Это безобразие. Здесь все коэффициенты делятся на СР. Значит, на П делятся. Ну, значит, любой простой делитель СР... Значит, никаких лишних простых чисел здесь быть не может быть. Значит, когда вы отсюда вынесли наибольший общий делитель, и отсюда вынесли, и сократили, то здесь сократится до единицы. Получается, что у вас многочлен, крайне произведение. Мы получаем противоречие с тем, что он не разложил дальше. Вот и все. Вот если у нас есть некий простой делитель, то на него либо это, либо это делится. Значит, Лиме Гаусс получает противоречие. Значит, мы можем все сократить на такие делители числа СР. Но у нас останется, что вот этот наличие с целыми коэффициентами разложено на два множества с целыми коэффициентами. Значит, мы можем взять его вред, и мы можем взять его вред и вред и вред и вред. Давайте я видимо подбелись на нем. Да. Продолжение следует...